Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников, и я продолжаю разговор, начатый в предыдущем ролике, о потоках энергии. И восстанавливаю часть содержания этой первой серии. Надеюсь, что те, кто не смотрел, ее посмотрят целиком. Идея состоит в следующем. Вот здесь у меня стоит груз, который надо перемещать по столу за значительным усилием, преодолевая силу трения. И я буду его перемещать с помощью вот этой палки. И когда я толкаю груз, энергия передается от меня к грузу и идет на преодоление силы трения, на совершаемую работу. И при этом палка сжата, и направление передачи энергии совпадает с направлением движения самой палки. А когда я тащу груз, энергия опять-таки передается от меня к грузу. Но теперь она передается против движения палки, и палка при этом растянута, а не сжата. Ну, а дальше делается обращение. И говорится, если мы видим какую-то, так сказать, материю, да, вещество, которое движется, упругую материю, и она при этом сжата, то мы можем говорить, что по этому веществу передается энергия в ту сторону, куда относительно наблюдателя движется само вещество. А если оно наоборот растянуто, то энергия передается в сторону, противоположную движению самого вещества. И теперь я перехожу к вопросу, который был задан в конце предыдущего ролика. Ну, мы берем струбцину, зажимаем в нее трубку, ну и теперь представим себе, что эта струбцина движется относительно нас, в каком-то направлении вдоль направления трубки. И тогда, по-предыдущему, я должен сказать, что вот у нас есть движущаяся среда, и эта среда сжата в направлении движения, а следовательно, по ней передается энергия в ту сторону, куда эта среда движется. Но ведь это очень странно, здесь нет ни источника энергии, ни ее потребителя. Как разрешить этот парадокс? И мы говорим, хорошо, трубка сжата, зато сама струбцина растянута, а ее боковые части испытывают деформации издвига. И поэтому для наблюдателя, мимо которого движется струбцина, энергия циркулирует по струбцине. Ну, и мы принимаем такую картину, хотя она выглядит очень странной. Ну, во всяком случае, она не противоречива. А дальше я покажу, что в некоторых ситуациях эта картина оказывается весьма и весьма полезной. И теперь я возвращаюсь к нашей первой картинке. Ну, теперь у меня человек идет по земле и толкает с помощью палки ящик. От себя это показано синей стрелкой, совершая работу против сил трения. Силы трения, действующие со стороны земли на ящике, я показал оранжевой стрелкой. Ну, стало быть, палка сжата, ну и понятно, что энергия передается от человека к ящику. А теперь представьте себе, что мы переходим в другую систему отсчета. Наблюдатель, который движется с этой же скоростью, и относительно него человек неподвижен, и ящик неподвижен. Ну, теперь в этой картинке наблюдателя у нас движения палки нет. Я ее вообще мысленно могу так раз разделить на две части, стыкованные друг с другом. И через эту палку энергия теперь не передается, а спрашивается, а как нам теперь разрешить этот парадокс? Ведь все-таки человек передает ящику энергию, правда? Правда! Но теперь нам надо сказать, а теперь у нас человек, ящик, палка неподвижны. Зато для этого наблюдателя земля движется в другом направлении. Ну и, кстати, я нарисовал силу, действующую со стороны земли на ящик. Нарисую и силу, действующую со стороны ящика на землю. И здесь поступлю точно так же. Ведь человеку, чтобы толкаться, надо толкать ящик вперед, надо толкать землю назад, отталкиваться от нее. Вот зеленая сила, действующая со стороны человека на землю. Ну, а это, соответственно, сила, действующая со стороны земли на человека. И вот эти две зеленые стрелки теперь растягивают землю между человеком и ящиком. Так же, как растягивалась сама струбцина, которая зажала трубку. Ну, теперь у нас земля растянута, она движется в эту сторону. Ну, и по всем нашим рассуждениям энергия передается против движения земли в этой системе отсчета. Так что энергия снова передается от человека к ящику. И, как я уже сказал, рассуждения остаются непротиворечивыми, хотя они и выглядят непривычно и даже странно. А теперь будет самое время вспомнить о ролике, который прошлым летом снял Дерек Маллер, рассказав в нем о машине, которая за счет энергии ветра едет по ветру и быстрее этого ветра. И сколько было в интернете выложено роликов с попытками опровергнуть возможность такой машины. Сколько было объяснений, сколько было дополнительных и очень любопытных опытов. Ну, и, кстати сказать, мы ведь с Алексеем тоже сняли пять роликов на эту тему. И, начиная с третьего, я очень рекомендую вам их посмотреть. Вам все время обсуждалась идея, что нам надо рассматривать движение этой машины и в системе отсчета, связанной с землей, с неподвижным наблюдателем, и в системе отсчета, в которой машина неподвижна, а земля движется в обратную сторону относительно нее. И главная проблема, которая при этом возникает, это то, что было очень трудно многим воспринять. Это то, что потоки энергии в двух таких рассмотрениях оказываются разными. Но я не буду сейчас вдаваться в эти детали. Опять же, очень рекомендую к этим роликам обратиться и попытаться связать то, что там рассказывалось, с тем, что я рассказывал вам сегодня. А теперь я меняю рубаху, задник и тему. И от разговоров про механику перехожу к разговору про электричество и магнетизм. Мы ведь уже говорили в прошлом ролике, что вектор пойнтинга, показывающий, куда течет энергия в электромагнитном поле, перпендикулярен направлению вектора электрического поля и вектора магнитного поля. И не равен нулю, если эти векторы не параллельны друг другу. Ну и вот, мы смотрим на эту картинку и говорим, а давайте мы ее реализуем в стационарном виде. Пусть у нас имеется конденсатор, и пусть этот конденсатор, заряженный, в котором имеется электрическое поле, помещен в перпендикулярное магнитное поле. И куда там теперь движется поток электромагнитной энергии? И эту проблему обычно предлагают разрешить в следующем классическом виде. Пусть наш конденсатор коаксиальный, то есть это два соосных цилиндра, они здесь показаны черным, он заряжен. Электрическое поле направлено по радиусу, оно здесь показано синими стрелками. А магнитное поле направлено вдоль оси цилиндра, на вас. Ну и тогда вектор пойнтинга, он перпендикулярен направлением электрического магнитного полей, ну и стало быть он направлен вдоль окружности, и вот так циркулирует внутри, между обкладками конденсатора. Ну и опять кажется это все парадоксом. Ну в чем смысл такой циркуляции энергии, если она ниоткуда не выходит и никуда не приходит? Но у этой задачи есть решение. Давайте представим себе, что пространство между обкладками, оно заполнено пусть очень плохо, но все-таки проводящей средой. И через эту среду имеется утечка, заряды перетекают от одной обкладки к другой. Но если этот процесс запущен, то что дальше произойдет с этой системой? И каким образом это поможет нам разрешить парадокс? Ваши мысли по этому поводу, я надеюсь, что они у вас будут, пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Спасибо. 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 Спасибо.